Правительственная комиссия распределила гранты между муниципальными образованиями. Оценивалась деятельность органов местного самоуправления по итогам прошлого года. Среди городских округов первое место заняла столица республики. Она получит грант в размере более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Лучшими также стали Яльчикский и Вурнарский районы. Им выделено более полутора миллионов и миллиона 200 тысяч рублей соответственно. Новые технологии на службе прокуратуры. Прокурор Чуваший Василий Пословский провел прием граждан, используя систему видеоконференц-связи. На экране компьютера жители республики. На приеме у прокурора Чувашии один из жителей Шимуршинского района. Он обратился с вопросом об отмене условного осуждения и снятие судимости за ДТП, где по его вине пострадал человек. По закону он имеет на это право, если до конца условного срока возместил причиненный вред. Но есть и другие обстоятельства. Мужчину за это преступление лишили права управления автомобилем на два года. Суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции имеет право решить этот вопрос об отмене условного осуждения и снятии с вас судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечению не менее половины установленного испытательного срока. Но в данном случае есть определенные обстоятельства, которые тоже должен суд учесть при вынесении решения. В частности, если вам, как условно осужден, назначен дополнительный вид наказания и до истечения испытательного срока вы своим поведением также доказали свое исправление, то суд принимает решение об отмене условного осуждения и о снятии с вас судимости только после отбытия дополнительного наказания. Система видеоконференц-связи установлена во всех городских, районных и межрайонных прокуратурах. Попасть на прием к прокурору республики или другим сотрудникам аппарата можно по предварительной записи. Дата и время приема указаны в ежемесячном графике на сайте ведомства. По нашему мнению, это нововведение, во-первых, более удобно для граждан, особенно проживающих в отдаленных, сельских районах республики. Что не надо будет платить деньги за проезд, тратить денежные средства и, разумеется, свое драгоценное время на поездку. А во-вторых, следует сделать прокуратуру еще более ближе, доступнее населению. В Чувашии один из первых регионов, где запустили подобный формат диалога с людьми. Прием граждан по системе видеоконференц-связи есть теперь в республиках Крым и Татарстан. В ближайшее время подключатся и другие регионы России. Кроме этого, так можно проводить дистанционное обучение, обмениваться опытом и консультироваться с коллегами по всей стране. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин